Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Outlast Осведомитель. А шепотом я говорю, чтобы не привлечь этого грёбаного психопата, который пытался отрезать мне писюн в прошлой части до сих пор передергивает. Вот ты где, дорогуша, вернись ко мне. Серьёзно? 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 Куда я... Твою мать. Серьёзно? Блин, я не хочу больше на этот стол, уродина, козёл. Я не хочу, чтобы ты меня трогал даже. Серьёзно? Ты что такое медленнее ты стал? Ни хера себе ты несёшь. Охренеть, там трупов видели? Куда бежать? Я не вижу, у меня батарейки нету. Блин, у меня в прошлой части все батарейки куда-то пропали. Куда бежать? Всё, я в западнее. Нет? Нет, ещё не в западнее. Закрывай. Вот хрен тебе. Куда бежать? Там закрыто. Ай, блин, ещё одну дверь закрывай. Куда бежать-то, блин, со сломанной ногой? Да, он ещё и в прошлой ноге приземлил... В прошлой ноге, говорю, в прошлой серии неудачно приземлился этот... Мой... Как его, программист? Да пошёл ты в жопу! О-о-о-о! О-о-о, нога! Вы все хотите бросить меня, да? Хочешь бросить меня? Ну ладно, иди ты и все остальные эти неблагодарные шлюхи. Пошёл в жопу, урод! Захлопнись там, козлина! Надо было на этом прошлую серию заканчивать. Ну ладно, пускай взбодрил меня зато. Наконец-то я нашёл батарейку! Ура! И слава богу! У меня хоть какое-то разнообразие появилось. Наконец-то я стал видеть. Блин, мне надо что-то с ногой срочно сделать. Он вообще не ходит. Видели, я пробегал, там просто куча трупов висит. Просто дикое количество трупов. Так, что у нас там? Ты вниз не хочешь смотреть? Значит, туда нельзя. Львоном налево, где exit? Наверх нельзя. Так, а что у нас там? Тихо-тихо-тихо. Просто потыкается незнатно. Да! Ещё одна батарейка! Ох, как я рад! Как я счастлив! Только в серии Outlast я, блин, рад батарейкам. Реально, вот, вижу в магазине. Иду платить за связь там, не знаю. И посрать вообще на эти батарейки. Твою тень! Фух! Тихо там. Такие стены обшарпаны похожи на сталкер прям. Блин, вот, короче, эта дверь открывается ключом. Ну и ладно. Блин, а здесь в этой игре я прям вот эти батарейки ценить стал просто невероятно. Что у нас тут есть? Emergency Evacuation. Да прости от меня, транслейторы, если я что-то не так говорю. Vocational Block. Mail Word. Administration Block. Вот, в первом я не был, по-моему, в первой части ни разу. Это у нас вообще на что похоже. Да и хрен его знает. Может, это камеры? Так. Административный блок. Это я там был, по-моему. Там есть выход. Вот он. Основной такой. Ну, то есть, как первый этаж, что ли? Mail Word. Это... Где я бегал, короче, в первой части. По-моему, так. Только теперь вопрос, где я во всей этой карте. А, вот, you are here. You are here. You are here. Мне кажется, так это произносится. Короче, you are here. You are here. Ты блин. Как посмотреть так, чтобы я был посерединке? Ладно, хрен с ним. Это вход туда. Идет сюда. Потом вот так. Так, это отсюда. То есть, сзади есть вот так. Блин, я запутался. Я не врубаюсь. Да, там лесенка. Короче, ни хрена не понятно. Ладно. Просто пойду туда, куда ведут. Найдите ключ для доступа к мужскому отделению. Окей. Мне бы найти чем ногу залатать. А вы мне со своими ключами. Что там, батареечка? Ох, как я счастлив, что столько батареек в этой игре попадаться стало. А иначе как? Вот они, эти трупы. Да вы посмотрите. Просто целая, целая гора трупов. Охренеть. Все они подвязаны к этому месту, да? Не, ну серьезно. Кто это сделал? Охренеть. Какой мудак. Охренеть. Трупы. Капец. Жесть. Блин, подожди. Они, по-моему, после операции все вон, смотри. Нарезанные. Или нет. Ну да, вон они все после операции. Охренеть. Походу, этот мудак. Как его, не знаю как его называть. Жених. Жених пускай будет. Может его так и зовут. Жених. Не знаю. Короче, походу это он чудит. Опять эта кухня. Или это другая кухня. Я помню, это другая кухня. Блин, надо что-то с ногой сделать. Капец как он хромает. Неудобно очень отвлекает от игры. Давайте быстро заметку прочитаем в темноте, пока никто не видит. Жены белой бороды. Урганы висят как мокрое белье, как кролики со снятой кожей. Люди ловят, охотятся на них и убивают. Самое короткое расстроение между двумя точками отделяет насилие и загубленную похоть. Какую бы историю он себе не рассказывал, он не заставляет женщину носить его детей, а заставляет убивать их. Лиза, я хочу чтобы ты зажгла это место и любые доказательства его существования дотла. Уничтожь корпорацию Мерков, захорони ее с позором, забери деньги, вычеркни из истории. Этот человек думает, что влюбился, считает, что терапия сделала его лучше. Все пропитано смертью и страхом, мочая кровь медного цвета, разложившееся мясо. Ааа, жесть, всякую хрень просто несешь, программист. Вообще-то ноги висят. Серьезно. Ох, ладно, прыгай. Че остается? Привет. Ты не кинешься на меня? Да ладно, в натуре. Да мне с ним спокойнее здесь, чем туда опускаться. Капец, ребята, просто посмотрите. Там же просто непонятные куски мяса. Ну, зачем? Сколько людей вообще погубил, я не знаю. Капец, это был когда-то спортзал, как советский. Капец, тут трупов просто тьма. Ааа, плит реальных тут до хера. Я даже не знаю, сколько их тут, их тут больше полтиннику, наверное. А может полтинник, не знаю. Прям как самый мудак, короче, в самый центров, в свет. Типа, ээээ, я здесь, приходи сюда. Капец, тут вообще непонятно что. Торс чисто. Серьезно, мне идти туда, куда он, да? Где он, вернее? А где я прибегал? Он там, по верху, что ли? Или там? Капец, а куда я иду-то? Куда? Когда я был еще мальчишкой, мама часто говорила, «Женись, сынок, увидишь, каким счастливым ты можешь быть». Опять он эту херню поет батареечка. Звон. Везде искал я, она никуда не попадалась та, которую себе представлял я. Где он, блин? Судя по звуку, он уже далеко. Давай сюда. Надо ему попробуем сходить. Тут просто куча всяких мест. Я не знаю, куда идти. Реально, ребят, я уже заблудился. Мне нужна такая же, как ты, которая вышла за дорогого папочку. Так, там закрыто. А тут что? Тут тоже батарейка. Блин, походу тут тупик. Чтобы спрятаться от него. Здесь? Здесь у нас закрыто, да. Ну, ясно. Да никак-то просто не попасть, только через вентиляцию, может быть. А, стол. Точно. Где он поет? Я его не вижу. Ёлки. Я не хочу туда. Блин, серьезно, ребята. Это очень стрёмное место. Мне кажется, я в жопу еду. Это чувак реально. Просто чувак в платье. Грязные шлюхи. Ты такая же, как и все остальные. Куда бежать? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Фух, сюда он не пройдет. Да? Ты же не придешь сюда? Да нахер я даже проверять не хочу. Давай, 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 толкай, 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 толкай. Открывай. А куда бежать? Я забыл где это? Где-то сюда идёт. Куда? Блин. Ааааааааааааа. Где он? Вот он. Ты пошары? Идиот. Шлюха, сам ты шлюха. Да блин, как-то. Аааааа, блин, больно же. скотина вот ты урод сумасшедшая капец не заметок ни хрена не туда чтобы успокоиться серьезно даже убежать не могу серьезно ты просто был там капец ты хоть ушел куда-нибудь и стараюсь быть терпеливым дорогая давай короче питайся бежать 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 все все западня ребята я встрял яй-яй-яй больно же да беги ты здрасте ой 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 я все маме расскажу твоей так двойка еще раз собака да пошел в жопу я не знаю он пошел до я просто не знаю я я не помню куда бежать я знаю что в ту сторону я заблудился немножко тема куда он упал нет это не чувак это просто руки привязаны короче я не смогу пробежать мимо да ты урод мне же все в маме расскажу твоей уродку завтра с не увидимся козел короче я решил попробовать через этот коридор вот так сделаю там потому что в конце есть . я вырву матку что-то там твою мать идут да просто спрятаться можно смотреть за ним вот здесь не получается вот серьезно играть быстро как я обычно привык потому что он стены отлично сработал план сработал просто дергать сработал план куда дергать то здесь здесь все здесь тупик они туда же можно допрыгнуть фух я нашел выход все вышли это ваше наказание ваши маленькие свинские глаза увидел твоя мама чем ты занимаешься мудак нам тебя точно бы от порола наверное не знаю ладно надеюсь я скоро от тебя избавлюсь каннибал был поспокойнее если честно чем этот мудак где он а он сюда не придет так я был получается вот в этом желтом локационал блок вот этот вот что я не понял ну ладно с ним пойдем дальше еще одна я стараюсь больно больно а вы все предаете меня будешь висеть как и остальные капец блин я просто жесткость реально просто в этой игре просто издеваются над персонажем братишка давай чем сделай тяжелее чем выглядишь если ты выглядишь как миллион месяц то я боюсь представить что будет на нашу годовщину урод отпусти дышать тяжело козлина урод уже что-нибудь серьезно не двигайся черт подери что ты дела черт дорогая тебе нужно вести себя хорошо нет 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 а я теперь могу приставать давай есть чтоб не зашло смысл давай 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 мы могли быть красивыми да пошел ты в жопу урод будет слава богу этим уродом стало меньше а вот оно что серьезно не был так рад ничьей смерти в этой серии игр чем твоей козлина ты пипирку хотел главному герою отрубить козел фух серьезно наконец-то это закончилось как те там урод короче хер с тобой вообще можете снять напоследок да можно за заметка вдовец он мертв врач любитель будущий отец муж его кишки порваны на кусочки вытащены из его живота я стараюсь не смеяться о боже лиза я клянусь что стараюсь серьезно блин вот реально такое облегчение чувствовать под потолком пробитый лежит висит это кайфово хоть это их к чувство не знаю это плохо но это кайфово среди своих же жертв короче он и повис прям ирония не знаю надеюсь мне прям из огня до в полы мята не кинут ну то есть mail word сразу же каких-нибудь следующих чудаков мне не подбросят каких-нибудь то есть дадут хоть немножко мозгами то отдохнуть тут почти две серии за ним с ним бегал вернее от него о серьезно загрузки меня вымораживают серьезно это чего отец мартина уже горит реально или нет и что это горит то хренеть церковь горит церковь это круче деление церкви а я в mail word я так наверно меня сейчас поведут по тем же локациям короче что ей был солдаты вот этот автоматов я хер куда денусь серьезно но у них же можно стащить автомат так давайте быстро прочитаем заметку горящая церковь вдали горит часовня я даже и не знал что у нас есть церковь где же бог когда ты в нем нуждаешься действительно по ходу репортер уже проник сюда да смотрите труп уже этот доктор псих нифига себе события так пересекаются события игры я имею ввиду заметки служить и защищать корпоративные полицейские наемники частные военные подрядчики как бы их теперь не называли они также беспомощны как и остальные из нас нужно выбраться сбежать чем я пытаюсь заниматься так значит значит репортер уже тоже здесь тоже ощущает ту же жопу что я охереть ребята это что-то новенькое всем бригадам разрешен огонь на поражение повторяю всем бригадам открыть огонь на поражение убивайте все что движется я не двигаюсь ребята я стою аккуратно здесь только это это не то ли место где я помните я здесь здесь отец мартин бегал по моему ну здесь крови что-то написано было из двух сторон тут были эти голожопые придурки везде серьезно они по своим делам и будут музыка вернись многие сержанты убиты на нижнем подвальном этаже противник неизвестен нужно срочная эвакуация и бригада парамедиков охренеть там дичь какая-то происходит привет тварь поганая ты мне бесил всегда так а мне туда или туда можно или мне туда нельзя ну давайте проверим я походу мне туда нельзя это просто такая отсылка к первой части наверно ну да ладно пойдем туда куда мне можно капец там уже война полным уходом нет это не то место которое я думал так здесь у нас закрыто короче меня ведут примерно туда же где я и был охренечка зарево такое солнце закат и ну вроде как красиво да но жопу 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 где-то сохранение так кто ж тут батареечку поменяем сразу мне кажется это к административному блоку да дорога не чувствую если я попадаю под эту зарубу когда они здесь ходят зачищают то ну ну короче надо вообще шугаться от всех это же по моему он здесь был вначале игры первой части да серьезно но был же я здесь еще напугался этого места когда телек включился по моему это место кровь по моему то же самое только вот этот кабинет был закрыт документы так нет ну я просто не знаю по моему по моему да по моему это оно так быстро прочитаю документы три слепые мечтатели разрешение на перевод пациентов региональный директор мерков объект зайфнер предупреждение протокола безопасности на высоком уровне химические и фармакологические способы ограничений и адаптированные короче адаптированные просто тут ошибка походу отдельные изоборические камеры должны использоваться на протяжении всего времени перевода химическая стимуляция настоятельно рекомендуется для всех сотрудников в 500 метрах от пациентов попытки общения следует игнорировать и воспринимать как галлюцинации искажение лица не следует рассматривать как признаки потери восприятия они физически не видят но они не слепы заметки стандарты безопасности проекта wild reader не относятся к пациентам вот тем короче которые хотят перевести новые стандарты безопасности будут определены и соответствующие протоколы будут назначены на мы будем открывать все двери да это то место где был начале игры ну начале той игры 1 капец так непривычно просто идти по тем же местам где я был те же двери открывать ну блин вообще первый раз когда я проходил было жутко страшно а теперь я вот не понимаю просто то ли это уже происходит то есть события первой части только только происходить начинают ну то есть репортер еще не приехал потому что тут следы пуль да только перестрелка началась он приехал уже перестрелок не было и мертвые эти были либо это уже уже кипиш сам начался ну просто не знаю церковь тогда почему горела recreation холл я я запутался честно ребята я запутался немножко скоро станет понятно двери еще открыты или уже открыты я не понимаю блин по ходу это только самое вот начало того что хер знает может быть нет потому что вот эти вот какие-то стоят стойки двери закрыты и походу да может быть это уже то время когда они спускались вниз но за репортером получается правильно же я думаю может быть это тогда уже происходило блин это уже закрыто здесь закрыты по ходу то есть он вниз спустился ну то есть он по надеявшись на да получается он понадеялся на отца мартина и спустился вниз отец мартин сгорел ребята я сейчас только понимаю здесь все вокруг открыто я открыта дверь серьезно открыта дверь то есть я могу выйти я реально не верю это очень эпично красиво все вокруг светится да не так страшно как первый раз мистер парк как вы все еще живы давайте заключим сделку вы мне поможете я помогу вам смысле это тут мудак ах ты урод умри же козлина ты кольнул меня вот урод надо тебя загасить надо убить урод никто не узнает никто урод что за ухо боже как она выбралась серьезно а как ты его видишь он же невидимый где он неужели в этой игре мне дадут выйти на свободу серьезно я не верю в это серьезно ребята получается осведомитель просил репортера сделать репортаж чтобы тот выбрался и показал всему миру что здесь происходит а в итоге сам осведомитель выбирается наружу чтобы показать всему миру то здесь произошло подождите заметку быстро прочитаю джереми блэр это этот урод джереми блэр супервайзер моего супервайзера человек который посмотрел бы на меня без кожи соленого и изнасилованного всего лишь за повышение и нескольких мартини раненые умирающие если уже не умер я пытаюсь сожалеть ему я правда пытаюсь но он меня ни за что не остановит от того чтобы выбраться отсюда я иду домой лиза что же ребята думаю на этом заканчивается это эпопея я наконец-то смогу выйти отсюда посмотрите какая красота как приятно выйти слышать птичек увидеть солнышко как кайфово серьезно блин я реально не верю что мне просто так дают уйти мне правда дают уйти ну блин ладно просто буду наслаждаться моментом просто посмотрите какой закат это будет первая превьюшка первая цветная превьюшка не зеленая серьезно просто потому что это красиво охренеть они просто сюда вломились то есть это те стояли да эти вломились интересно там ворота закрыты ну то есть я имею ввиду ну короче ладно хрень с ним я даже не буду вдаваться в подробности мне просто дали выйти отсюда уйти почему просто не уйти капец вот просто вы понимаете какой срач пережили эти два персонажа репортер и этот осведомитель и он просто сейчас идет представьте себя на месте его он просто сейчас выбирается дверь как это иронично репортер приехал на ней а осведомитель уезжает использовать джип макса серьезно там кто-то это летает что кто там кто это кто это кто это это что валеридр подожди а валеридр валеридр же нету это же теперь репортер серьезно он был а блин походу я встрял походу не все так просто давай тяни нажмете эту кнопку пути обратно не будет мистер парк на этом видео много весовых показательств чтобы закопать наших друзей из мерков вы выбрались живым из лечебницы маунтин мессив и мы сделаем все от нас зажащие но наши враги это корпораций злобных параноидальных маньяков с влиянием которого тебе даже не снялось ты будешь не единственным их целем все кого ты любишь жена дети будут ничем иным как способом причинить тебе боль мне нужно чтобы ты понял через что тебе придется пройти ты сделаешь непопримимую шерб компании возможно даже поблизишься к чему-то вроде правосудия но Когда ты нажмёшь кнопку «Загрузить», твоя жизнь окончена. Все, кого ты любишь, пострадают. Но это будет правильным решением. Так ли многое, значит, это для тебя? На самом деле, друг, да. Ты не представляешь, что я пережил. Блин, всё-таки он выбрался. Как я рад за него. Серьёзно. Кто это? Хитман, что ли, стоит? Блин, интересно, кто это? Что это за компания у них? Ладно, друг. Почему ты просто не мог в полицию прийти с этой записью? Какой-то мутак стоит напротив тебя. Из противодействующей компании, может быть. И просит загрузить. Может быть, удалить. Ладно, грузим. Документ ресейвит. Ну, а это, как оказалось, хэппи-энд, друзья. Серьёзно, чего не ожидал от этой игры, так как это хорошего финала. Блин, ну а на самом деле, игра оказалась достаточно короткой. Я даже не успел толком насладиться всем трэшем, который здесь происходит. Надеюсь, второй Атласт, который я буду проходить следом, выйдет на побольше серий. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь подписаться, чтобы посмотреть прохождение второго Атласта. И поддержи меня лайком за хороший финал. Всем пока и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok